Итоги уходящего понедельника Развитие региона на будущее Только у нас подробности диалога Стихия в городе и районе Создалась угроза распространения пожара на жилой дом Как провели выходные спасатели Феерия красок в городе подвели итоги ежегодного фестиваля Все задумки такие авторские, цветы живые Кто победил? Пора определяться, в стране начался прием документов в колледжи и университеты Наша задача подготовить такой тестовый материал Который поставит всех абитуриентов в равные условия Когда выдадут сертификаты с результатами А также плановые отключения Красочный бум и переменная облачность Страну ждут похолодания Брать ли зонт? В Беларуси выздоровели и уже находятся дома Свыше 58 тысяч пациентов, у которых ранее подтвердили COVID-19 Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на коронавирус Врачи провели почти 1 миллион 200 тысяч анализов Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 Доставлены в Кыргызстан На борт загрузили около 30 тысяч упаковок медикаментов В основном антибиотики производства беломедпрепарата Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Баронов 17 июля на встрече с президентом Александром Лукашенко Отметил успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Белорусская сторона выразила готовность предоставить Кыргызстану Перечень лекарственных средств, используемых при лечении пациентов И методические рекомендации Хочу поздравить вас с успешным, скажем, победоносным, скажем, такой работой над коронавирусом На сегодня мы наблюдаем, что Белоруссия уже успешно борется и уже побеждает коронавирус Тем временем массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине следующего года Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения Там рассказали, что сейчас более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания И есть надежда, что некоторые из них сработают Ранее ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19 Речь идет про водителей скорой помощи, членов бригад экстренной медпомощи Одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие гипертонией, диабетом и деменцией Откровенные в формате диалога Сегодня с трудовым коллективом Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов А также Пинск-Древо встретился заместитель председателя Могилевского облсполкома Руслан Страхар Такие разговоры – это не только традиция, но и своеобразный отчет перед народом Чем можем гордиться, а что не сумели сделать На встрече звучали темы развития региона, страны, уровень заработной платы, экспорт товаров, успехи здравоохранения, борьба с коронавирусом Встреча в трудовых коллективах, обсуждение текущей ситуации, а главное обсуждение развития региона на будущее, они очень важны Поэтому вот такие встречи, они стали регулярными и проходят во всех регионах нашей страны Во время беседы работники не только могли задать вопрос, но и получить исчерпывающий ответ К такому формату работы постоянно призывает госслужащих президент Уже по окончанию встречи Руслан Страхар ознакомился с ходом дел на Бобруйск мебель Это важно для всех, вопрос сейчас очень важный, вопрос выбора президента Поэтому очень важно знать основную информацию, то есть, как говорится, фейковая информация для нас нежелательная Поэтому важно знать именно истину Новые портфели, биоразлагаемый каркас и двойная победа Белорусы блеснули на славянском базаре Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня Президент назначил новых руководителей Нацбанка На должности заместителя председателя правления теперь Илона Ледницкая Кадровые перестановки также и в руководстве Минска В городе новый вице-мэр Дмитрий Микуленок Андрей Евдоченко стал чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Нидерландах Андрей Дабкюнос – послом нашей страны в Австрии И по совместительству в Словении, постоянным представителем Республики Беларусь При международных организациях в Вене и при ОВСЕ Олега Кравченко назначили чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в США Павел Утюпин представит республику в Казахстане Максим Ирмолович – Великобритании и Северной Ирландии По совместительству в Ирландии Дмитрий Ревуцкий назначен заместителем председателя комитета государственной безопасности Сергей Чертков – теперь генеральный директор Могилевского завода лифтового машиностроения Новые лица появились в министерствах, управлениях, убылосполкомах и горосполкомах Химики БГУ участвуют в разработке биоразлагаемых каркасов для сращивания костей Вместе с ними трудятся специалисты из России, Германии, Ирландии Коллектив ученых предлагает на место поврежденного костного участка вживлять полилактидный матрикс Это объемная трехмерная пористая конструкция из биоразлагаемого полимера Она с точностью до нескольких нанометров индивидуально отливается под конкретного пациента Матрикс выполняет двойную функцию – опорную и восстановительную В Минске появятся пункты приема просроченных лекарств Работать они будут во всех поликлиниках, не исключено, что и в аптечной сети Это социально-экологический проект, по словам специалистов Многие лекарства токсичны и пагубно влияют на природу Поэтому выбрасывать их в мусор не рекомендуют Пункт приема лекарств, срок годности которых истек, уже заработал в одной из столичных поликлиник Белорус завоевал гран-при Славянского базара По итогам двух конкурсных выступлений с композиции собственного сочинения «Светша» На стихи Максима Богдановича и мировым хитом Евы Кэссиди Роман Волознев набрал 134 балла Из фестивального Витебска победитель увез заветную лиру и 20 тысяч долларов У Беларуси в этом году на Славянском базаре двойная победа В детском конкурсе лучшей стала наша Ангелина Ломака Выходные для спасателей выдались по-настоящему жаркими На номер 112 поступило сразу два сообщения о ЧП В деревне Бирче выгорела хуспостройка Пламя уничтожило крышу и перекрытие От стен остались одни угли Огонь затронул сарай соседей Однако серьезных повреждений удалось избежать Стихия разыгралась и в городе На Толстого открытым пламенем горел сарай Создалась угроза распространения пожара На жилой дом расположенный в двух метрах от места пожара И баню расположенную в четырех метрах от горящего сарая В результате пожара огнем уничтожена кровля сарая по всей площади И перекрытие работниками МЧС спасены дом и баня Пострадавших нет Флористический бум В Бобруйске подвели итоги конкурса Цветы для Святой Елизаветы Анастасия Пахлюстова прониклась идеями Лилии, ромашки и колосья Накануне в Духовно-просветительском центре прихода храма Святой преподобномученицы Великой Елизаветы Подвели итоги конкурса цветочных композиций и букетов Фестиваль организовала Бобруйская епархия и Белорусский союз женщин На конкурс представили порядка сотни работ Все композиции не поместились внутри Здесь остались самые хрупкие Например, это корзина с цветами Во двор вынесли более практичные Свои творческие способности продемонстрировали работники учреждений здравоохранения, образования и культуры, рабочие предприятия и дети Коллектив третьей поликлиники победил номинация «Цветочная композиция» Медики представили сразу две работы, которые связаны одной идеей Корабль и велосипед, украшенные цветами Елизавета любила цветы В корабле мы использовали ее любимые белые лилии Белые цветы колосья она меняла на деньги Оказывая помощь больным, бедным Поэтому это напрямую связано со святой лесоветой И вот эту идею мы воплотили в наших работах Жюри остались под впечатлением от всех работ Но победителей в трех номинациях Букет, композиция и храмовые цветы все же пришлось выбрать Здесь мы вот как бы так и видим, что все задумки такие авторские Цветы живые, основное наше такое как бы пожелание Но можно в качестве отделочных элементов использовать какие-то аксессуары Видно, что люди вдохновились, они делали их с любовью, с радостью Вложили в них свое сердце, душу, тепло Прихожане тоже впечатлились оригинальными композициями Виктория Попелева считает, через эти цветы можно проникнуться жизнью Елисаветы Великая княгиня Елисавета своей жизнью несла в мир добро, свет, любовь к детям И у нее было такое, ну сейчас, если мы выразились бы, хобби Это делать букеты цветов Потому что цветы, это, может, дар Божий Конкурс прошел уже в третий раз Не исключено, что и в следующем году бобручане смогут насладиться творчеством рукодельников Анастасия Пахлёстова, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов, Бобруск 360 Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Вступительная кампания в стране в самом разгаре Начался прием документов в колледжи и вузы Выпускников 9 классов ждут до 14 августа Тех, кто окончил 11 до 18 числа Уже с 25 июля принимать документы будут и вузы У абитуриентов, которые не сдали СТ в основные дни Последняя возможность пройти тест во вторник и четверг В резервные дни его сдают почти полторы тысячи человек Такая возможность есть лишь у тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине Те тесты, которые РИКС предоставляет для участия в резервные дни Они по уровню сложности полностью аналогичны тем тестам, которые были и на централизованном тестировании Наша задача подготовить такой тестовый материал, который поставит всех абитуриентов в равные условия Вне зависимости от того, в какой день тестирования они прошли СТ Выдавать сертификаты начнут в пятницу, 24 июля В Бобруйске забрать свидетельства с результатом можно в автотранспортном и аграрно-экономическом колледжах Абитуриенты, которые сдавали экзамены в резервные дни, смогут получить их с 29 июля Несколько улиц в Первомайском и Ленинском районе остались без горячей воды Коммунальные службы пояснили, отключения плановые Холодный режим пришел к жителям домов на Минска и Крылова, Октябрьской и Интернациональной, Орженикидзе и Гоголя Трубы остынут в домах по улицам Станционной, Липкнихта, Бахарова и Первомайской Воду придется греть жителям домов по Пушкино, Свердлово, Ванце, Теков, Заналенино, Речной и Сака Работы на этих участках и прилегающих к ним улицам закончат 1 августа Специалисты готовят теплотрассы к отопительному сезону, проводят испытания и ремонт Расписание отключений доступно на сайте горысполкома Водные фонарики, шоу и море краски В субботу в городском парке пройдут два фестиваля В три часа начнется один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе – Колорфест На территории парка для гостей устроят импровизированный концерт со скрипачами, вокалистами и театром огня В 10 вечера на воде запустят фонарики, вход свободный По желанию участников выдадут защитные маски По прогнозу дожди и грозы Погодные условия в стране завтра определит атмосферный фронт Он смещается с территории Польши Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова Погоду на неделе будет диктовать холодный атмосферный фронт Уже завтра температура воздуха начнет опускаться До 21-24 градусов тепла днем и 14-18 ночью На большей части территории страны ожидаются дожди Возможно, прогремят грозы Стоит взять с собой зонтик Китай по-прежнему терроризирует проливные дожди Уровень воды в самой длинной реке страны Яньцзы поднялся более чем на 15 метров Стихия унесла жизни 14 человек Еще десятки тысяч были эвакуированы Челябинская область задыхается от лесных пожаров В городе Миас ввели режим ЧАЭС Именно там, вблизи озера Тургаяк, разыгралась огненная стихия Выгорело около 120 гектаров леса С близлежащих территорий эвакуировали более полутора тысяч человек Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность, осадки и грозы Ветер западный, скорость лишь 4-7 метров в секунду Днем столбик термометра прогреется до 24 градусов Ночью опустится до 15 со знаком плюс Это все из событий К этой минуте следите за новостями в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok